Три основных причины пользоваться симулятором. Это аналитика, позволяющая вам извлекать контент и анализировать, что случилось на странице. В отношении контента это метрики и ассоциированные действия. Сегментация, позволяющая вам настраивать действия, основываясь на активности посетителя на конкретных частях страницы, такие как сегментация всех посетителей с общей стоимостью покупок более 300 долларов. И действия, где вы хотите запускать действия, когда посетитель соответствует сегменту. К примеру, показ другого баннера или текста. Для аналитика симулятор помогает определять HTML элементы на странице, которые вам нужны, чтобы персонаж смог анализировать и извлекать информацию. Как только вы определили точное расположение элементов, вы можете динамически обновить баннер, выбрать, где заменить текст и откуда извлечь информацию, которая находится в полях ввода текста либо названия товара. Это также позволит вам протестировать, как будет выглядеть страница до активации действий, или как конкретные посетители из других стран видят сайт без необходимости попасть в их сегмент. Онлайн-гид обеспечит вас детальным описанием всего функционала симулятора. Отчет о последних посещениях показывает самые последние записи о посетителях, отображая ID посетителя, время, ID условия, то есть сегмент, и количество достигнутых целей. Параметры для замены позволяют вам ввести специфические параметры, которые позволят протестировать, как будет выглядеть страница, позволяя вам сфокусироваться информацией, чтобы вы отображали как кто-то другой. К примеру, если вам нужно посмотреть страницу, как посетитель и салжира, по конкретному ключевому запросу симулятора позволит вам соответствовать этому сегменту. Когда вы нажимаете «Сохранить сайт», отображается так, как это бы увидел этот человек. Чтобы отличить это, нажмите и удалите временный профиль, который вы создали. Для начала симулятору надо найти вас, чтобы он начать работу. Для этого введите адрес сайта с установленным кодом Personize, который соответствует URL, введенному на странице настроек. Ваш пользовательский ID появится здесь. Если ваш сайт использует redirect, вы должны ввести URL, который отобразит браузер после redirectа. Вы также можете внести адрес конкретной страницы, на которой установлен Personize, и нажать на кнопку со стрелочкой. Если код не установлен, симулятор не будет работать, и с пользовательским ID будет отображать другую надпись. Как только у вас отобразился пользовательский ID, нажмите на кнопку редактирования или play, запустит симулятор и откроет окно настроек симулятора. Вы можете выбрать в персонале, вводя мышкой по странице. Синяя граница будет отображена вокруг каждого блока, который вы можете выбрать в качестве контейнера, либо нажмите на кнопку Go Live, чтобы открыть URL в новом окне. В большинстве случаев вы будете использовать симулятор для выбора контейнеров. Теперь при наведении на них мышкой отображаются их имена в списке слева. Идите на страницу и введите мышку на конкретную область, в которой хотите что-то сделать. Например, отследить активность. К примеру, найдите определенный элемент. И теперь попробуйте отследить его контент. Сначала выбрайте хотя бы первый тип соответствия. Это может быть Placeholder для информации. Нажмите мышкой и захватить HTML. Верхнее поле отображает ID элемента, которая указана в коде. А снизу вы можете добавить имя, чтобы было проще различать. В зависимости от вашего выбора могут быть дополнительные настройки, которые вы можете увидеть, нажав черную стрелочку. К примеру, для Placeholder вы можете определить ширину, высоту и направление. Children Max определяет число действий, таких как баннеры, которые вы можете добавить в контейнер. Для захвата HTML список маски GrabPageTML позволяет указать, какую информацию вы получаете. К примеру, ограничите контент с цифрами или фрагментами. Нажмите Save, чтобы добавить контейнер в персонаж. Если вы хотите продолжать создавать контейнеры, нажмите на кнопку Save, затем снова наведите мышкой на страницу, чтобы выбрать ее элемент. Нажмите на вкладку Контейнеры, позволит вам увидеть весь список контейнеров по странице. При нажатии на элемент списка вокруг него появится красная рамка, чтобы отобразить главный список, содержащий все контейнеры, назначенные на сайте. Поставьте галочку Все контейнеры. Те, что находятся на странице, теперь выделены жирным шрифтам. Вкладка Все на странице отображает все элементы на текущей странице, то есть контейнеры, что вы назначили в персонале, будут выделены жирным шрифтам. На экране элементы, находящиеся в системе, будут обведены красной рамкой. Если элемент еще не установлен, рамка будет в синюю. Чтобы добавить один из элементов как контейнер в систему, выиграйте его, затем идите во вкладку Select, чтобы определить его тип. Задайте имя и нажмите Save. Еще раз. Три основных причины использовать симулятор это аналитика, сегментация и действие. Вкладка Настройки позволяет отобразить таблицу посещения, где вы можете увидеть информацию, связанную с конкретной страницей. Вы можете увидеть все контейнеры, их события и метрики, активность которой произошла только что. Чтобы уменьшить количество отображаемой информации, измените количество показываемых рядов на 1. Нажатие на вкладку Conditions указывает персональ отображать все сегменты аккаунта. Поставьте галочку Сегмента, который хотите видеть, и нажмите Save. Персональ теперь вам покажет, как будет видеть страницу человека из определенного сегмента. Нажатие на страницу Действий позволяет видеть все действия в аккаунте, так же как и все группы действий. Выберите действия или группу действий, которые хотите посмотреть на страницу, затем нажмите Save, чтобы применить и увидеть их.